Контрабанда нон-стоп. В Закарпатье через границу переправляют сигареты в промышленных масштабах. Злоумышленников ловят и украинские, и румынские, и словацкие пограничники только за минувшую ночь. Три случая. Марина Коваль продолжит. Двоих мужчин в водолазных костюмах возле границы с Украиной заметили румынские пограничники. Те пытались убежать, поэтому полицейским пришлось открыть огонь в воздух. Водолазами оказались граждане Украины. Они переправили через реку Тиса 20 пакетов сигаретами. Ориентировочной стоимостью почти 900 тысяч гривен. Какие сигареты? Джинлинг? Мальбора белая? Не знаю я. В Мукачевском погранотряде, по информации румынских коллег, проводят служебную проверку. И рассказывают, той же ночью на румынской границе тоже заметили контрабандистов. Они пытались переправить пакеты, в которых было 12 тысяч пачек сигарет. Но задержать злоумышленников не удалось. И еще об одном случае, произошедшем на украинско-словацкой границе, сообщила словацкая пресса. Местная прокуратура передала в суд дело контрабандистов, которые переправляли сигареты с помощью катапульты. После появления этой информации в соцсетях появились вот такие фотожабы. Катапульта была установлена на территории Украины, где именно пограничники не знают. Задержаны 9 граждан Словакии, среди них двое бывших сотрудников местной погранслужбы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область.